Венгрия до сих пор доставила 1300 тонн помощи на Украину и оказала помощь сотням тысяч беженцев на своей территории, но по-прежнему не намерена поставлять оружие в Украину. Заявил председатель Национального гуманитарного координационного совета после визита на специально оборудованном для гуманитарного транзита стадионе в сопровождении посла Украины в Будапеште. Стать секретарь Миклёшу Атес подчеркнул, Венгрия сможет помочь больше, если вместе с Закарпатьем останется островом мира. В связи с тем, что террористическая организация «Исламское государство» призвало своих бойцов совершить атаки на Европу, в которой идёт война, повысилась роль борьбы с нелегальной миграцией, заявил министр иностранных дел Венгрии в турецкой столице. Пета Сярто добавил, Венгрия крепко защищает свои границы и по-прежнему не пропускает нелегальных мигрантов. Но Турция также играет ключевую роль в этом деле. Министр выступил за то, чтобы Евросоюз в полной мере выплатил Турции обещанную сумму для сдерживания миграционных волн. В Венгрии продолжается кампания вакцинации. Вакцину от коронавируса можно будет получить по вторникам и пятницам. По вторникам для этого необходимо будет иметь предварительную регистрацию, а по пятницам можно будет обойтись и без неё, поскольку в эти дни будет проходить акция вакцинации. В Будапеште была похоронена супруга первого после смены социалистической системы свободно избранного премьер-министра Венгрии. Жена покойного Йожефа Антала, Клара Фюлёп, нашла вечный покой на кладбище на улице Фиумей. На церемонии присутствовал премьер-министр Виктор Орбан со своей супругой, а также спикер парламента Лас Локовер и глава аппарата премьера Гергей Гуяш. Клара Фюлёп скончалась 30 марта в возрасте 88 лет. В селе Нойдлёц прошли памятные мероприятия в честь 115-летия со дня рождения композитора Миклюша Ружа, трёхкратного лауреата премии «Оскар». Он был автором музыки всемирно известных фильмов «Бенгур» и «Заворожённый». А кроме этого написал несколько симфоний и множество пьес для фортепиано. Детство он провёл в этом селе в области Ноуград, а затем жил в Париже, в Лондоне и в конце концов в Голливуде. Миклюш Ружа скончался в 1995 году в Лос-Анджелесе. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи.